День города В Казани жители города продолжают мерзнуть в собственных квартирах. Изменения в работе пенсионного фонда теперь получать услуги ПФР граждане смогут быстрее. Известный рязанский путешественник Михаил Малахов с официальным визитом побывал в Калужской духовной семинарии. Теперь обо всем подробнее. Начнем с наиболее актуальной темы. Несмотря на то, что отопительный период в регионе начался с 1 октября, по прошествии почти двух недель с того дня некоторые горожане до сих пор не дождались тепла в своих квартирах. Об этом они пишут в различных интернет-сообществах. Кстати, с недавних пор в городе действует телефон горячей линии по вопросам ЖКХ. Но знают ли об этом рязанцы? Узнаем из следующего сюжета. Осень вовсю вступила в свои права и местами даже напоминает зиму. На улице холодно, поэтому особенно радостен тот факт, что дома жители нашего города все же встречают теплые батареи. С отоплением вам дом дали? Дали. А на шлаковом живете? Нет. А где? В Писочине. А никого из знакомых нет, кому не дали, может быть, отопление? Никто не жаловался? Никто не жаловался. Конечно, дали 2 числа. А в каком районе живете? Здесь, на шлаковом, на трудовой 14. С отоплением вам дом дали? Да, да. А в каком районе живете? Халтурно. А вы что-нибудь слышали про горячую линию ЖКХ, что можно звонить? Нет, не жаловался. А слышали что-нибудь про линию горячую ЖКХ, что если вдруг не топит, то можно туда обращаться? Нет. Ну, не слышала. Наверное, если была бы проблема, то, наверное, поспрашивали бы во дворах. Поэтому, наверняка, что-то, наверное, узнали. Потому что, сами понимаете, дети маленькие. В любом случае, нас вопрос как бы волнует в первую очередь. На сегодняшнем заседании правительство Рязанской области Олег Ковалев подытожил, что, наконец, в прошлой неделе в Рязани было включено 99,4% жилого фонда. А о том, как на данный момент обстоят дела с теплом в нашем городе, губернатору отчитался министр ТЭК и ЖКХ Валерий Матюхин. Пуск тепла в текущем году проведем организованно в сжатые сроки буквально в 3-4 дня. На все детские и дошкольные учреждения, школы и леч-профучреждения тепло было подано к 18.00 8 октября. На все МКД, кроме отдельных в Рязани, к 18.00 9 октября. По Рязани на утро сегодняшнего дня, по данным администрации города, остается без тепла один двухэтажный 4-х квартирный дом по улице Чкалу, 62, заканчивается установка индивидуального системы отопления. Не совсем понятная ситуация была по 3-м многоквартирным домам по улице Лесопарковой от котельной речи порта, но там сейчас тоже пускают тепло, как оперативные данные на утро. Отдельные сбои у теплоснабжения зданий не носят системного характера и устраняются по мере возникновения. Словом, судя по всему, в этом году вырисовывается практически идеальная картина тепла и уюта в наших домах. А если и есть случаи до сих пор незапущенного отопления, то они всего лишь единичные. И если ваша квартира вдруг стала тем самым незавидным исключением, именно на этот случай в нашем городе запущена горячая линия по проблемам ЖКХ. Продолжим. Губернатор Олег Ковалев на сегодняшнем заседании правительства сделал сразу несколько заявлений. Глава региона отметил, что по итогам списка, составленного Московским центром непрерывного математического образования, сразу две рязанские школы вошли в рейтинг 500 лучших школ России. Это гимназия номер 5 и школа 72. В том числе по таким показателям, как количество победителей и призеров Олимпиад, результаты экзаменов, наличие в школе конкурсного отбора. То есть приятный результат, очень приятно нам всем. И остается только пожелать и педагогам, и ученикам так же держать, добиваться успехов в этом учебном году, а всем остальным подтягиваться под передовиков под наших. Также Олег Ковалев поручил оперативно составить перечень производственных отраслей региональной экономики, которые нуждаются в повышении конкурентной среды. По словам губернатора, эту работу необходимо провести в связи с внедрением стандарта развития конкуренции, который был утвержден в сентябре текущего года распоряжением правительства Российской Федерации. Это сделано с целью улучшения инвестиционного климата в регионах, снижение административных, инфраструктурных барьеров для развития производства малого-среднего бизнеса, расширение доступа потребителей к качественным услугам и более дешевым услугам. Федеральным правительством было определено сразу уже априори, значит, был определен для этого обязательный перечень социально значимых направлений. Это таких, как дошкольное образование, здравоохранение, культура, досуг, управление многоквартирными домами, коммунальная сфера, пассажирские перевозки и ряд там других. Но производственные отрасли регион должен определить самостоятельно, потому что все регионы отличаются немножко по направленности производственной сферы и так далее. Получить единовременную выплату материнского капитала, выбрать удобный вариант пенсионного обеспечения. Теперь эти услуги вы можете получить в отделении пенсионного фонда гораздо быстрее. Качество предоставления услуг гражданам постоянно улучшается. Подробности узнаете из сюжета. О том, на какие средства жить в старости, лучше побеспокоиться заранее. Сейчас есть возможность выбрать способ формирования своей будущей пенсии – страховой и накопительной. С начала 2015 года в Рязанской области уже написано 24 заявления об отказе финансирования накопительной части. До конца текущего года граждане моложе 67 года рождения или рожденные в этот год могут определиться с выбором варианта своего пенсионного обеспечения. Формировать только страховую пенсию или оставить формирование страховой пенсии и накопительной пенсии. Важно подчеркнуть, что на страховую пенсию перечисляются взносы работодателей по тарифу 16% от фонда оплаты труда. Если гражданин выберет формирование только страховой пенсии, то все 16% будут идти на формирование страховой пенсии. Если человек сохранит формирование страховой накопительной пенсии, то на страховую пенсию будут перечисляться 10% от фонда по оплате труда и на накопительную пенсию 6%. Если сейчас не подать заявление, то уже с 1 января 2016 года 6% тарифов вносов, которые раньше шли на накопительную часть пенсии, будут переводиться на страховую. Делая этот выбор, нужно учесть, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государствами ниже уровня инфляции, а доход накопительный зависит от инвестирования. Кроме того, многих граждан интересует способ получения материнского капитала. 20 апреля текущего года был принят федеральный закон номер 88 ФСА, который внес изменения в федеральный закон о материнском капитале, в соответствии с которыми граждане могут обращаться в органы Пенсионного фонда Российской Федерации или в многофункциональный центр за предоставлением единовременной выплаты за счет средств материнского семейного капитала. Размер материнского семейного капитала на данный момент составляет 453 026 рублей, и 20 тысяч из этих средств граждане могут снять на необходимые неотложные нужды семьи в виде наличных денег. Для того, чтобы снять эти деньги, нужно обратиться до 31 марта 2016 года в органы Пенсионного фонда или многофункциональный центр и написать заявление, указав номер СНИЛСЯ, а также серию и номер сертификата на материнский семейный капитал. За этой выплатой в 2015 году обратилось более 11 тысяч рязанских семей. Условия обслуживания в последнее время стали значительно комфортнее. Во всех территориальных органах Пенсионного фонда в регионе созданы клиентские службы, которые оснащены всем необходимым техническим оборудованием. Предусмотрены места для ожидания и электронная очередь. Также сейчас есть возможность записаться на прием к нужному специалисту по телефону или через интернет. В частности, можно сказать, что если в последнем квартале предыдущего года в МФЦ в Рязанской области обратились только 160 граждан по различным вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда, то в первом полугодии текущего года количество обращений возросло на порядок и составляет более 3 тысяч. Из-за этого важно отметить, что деятельность многофункциональных центров позволяет существенно диверсифицировать механизм обращения гражданина за предоставлением государственных услуг по линии ПФР. И граждане могут выбирать, куда им обращаться – или в Пенсионный фонд, или в МФЦ, в зависимости от времени, предпочтений, в зависимости от наличия таких ресурсов, как личный транспорт или места, куда они могут обратиться, соответственно, за различным представлением государственных услуг. Сегодня в нашей области открыто 29 таких многофункциональных центров. К другим новостям. 12 октября в Рязани на улице Урийского возле детского сада номер 2 был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Установлено, что погибшим является уроженец Рязанской области 1976 года рождения. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. В настоящее время по данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России Рязанской области, организована и проводится доследственная проверка. В ходе данной проверки следователям предстоит установить причину смерти мужчины, а также обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Еще одно событие криминального характера на этот раз поступило от сотрудников УФСКН. В городе Корыблино супружеская пара и их сообщник занимались торговлей синтетических наркотиков и выращиванием элитных сортов конопли. Олясь Харлина расскажет более подробно. Картина, представшая взору оперативных сотрудников, не вызывала сомнений в том, чем занимаются хозяева этого неприметного с виду дома. Повсюду пакетики с сомнительным содержимым, а в отдельном углу и вовсе целая домашняя теплица. Лидер преступной группы, в которую входили двое 30-летних мужчин и жена одного из них, фактически создал собственный интернет-магазин по продаже наркотиков. Организатор без стеснения и страха перед буквой закона разместил рекламу своих услуг и реквизиты на одном из пронаркотических сайтов. Лидер группы с помощью сети интернет наладил почтовый канал получения из стран Юго-Восточной Азии синтетического концентрата и изготавливал из него так называемый спайс. Кроме этого, минувшим летом в деревенском доме, принадлежащем второму мужчине, они совместно оснастили комнату теплосберегающим материалом, системой вентиляции, освещения, климат-контроля и занялись выращиванием элитных сортов конопли, семена которой заказывались в Китае. Подозреваемых задержали всех сразу. Отпираться при таком количестве улик никто из них и не пытался. Сообщники успели приготовить к продаже спайс, а также были обнаружены конверты почтовых отправлений из Китая, Малайзии и Сингапура со остатками реагента. Намерение злоумышленников подтверждала и переписка, обнаруженная на компьютере. Сейчас основному фигуранту инкриминируются три факта контрабанды наркотических средств. В Калужской духовной семинарии прошла встреча студентов с известным рязанским путешественником Михаилом Малаховым. Он поделился со слушателями увлекательными историями своих путешествий и показал интересные видеоматериалы, которые вместе со своей командой снял во время путешествий. Прошедшие выходные в Калужском областном краеведческом музее открылась выставка Рязанского музея путешественников «Русская Америка. Возвращение к родным берегам». На выставке представлены фотографии, научные, церковные документы, исторические и современные карты Аляски с нанесенными на них маршрутами путешествий, а также артефакты и предметы быта эскимоса, привезенные из многочисленных экспедиций на Аляску. На церемонии открытия присутствовали заместитель губернатора Калужской области Руслан Смоленский и ведущий российский исследователь истории РПЦ на Аляске, митрополит Калужский Боровский Климент. Рязанскую делегацию представлял председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Сегодня здесь, в здании Калужского краеведческого музея, приехала выставка, которая в буквальном смысле является и музеем путешественников, и путешествующая выставка. Это редкий случай, когда экспонаты идут люди. Большинство экспонатов на выставке принадлежит команде Героя России Михаила Малахова. Он, как ученый, внес большой вклад в исследование выживания и психологии человека в экстремальных условиях. Лично участвовал в практических научных исследованиях на Крайнем Севере. Также он отмечен правительственными наградами Канады, медалью Конфедерации Канады и орденом за заслуги. Ну и напоследок, ставший уже традиционным для вторника сюжет о погоде. Наталья Новика расскажет о том, что рязанцев ждет на этой неделе. Предзимье закончилось. В Москву возвращается глубокая осень. И погода изрядно нас по морозе все же возвращается в календарные рамки. И еще позволит насладиться красотой настоящей золотой осени. На предстоящей неделе погода Рязанской области будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Медленно перемещаясь на юго-восток, он заметно улучшит погоду. На фоне роста атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Ветер ослабеет. Температура воздуха начнет медленно повышаться. Ночами по-прежнему будет близко к нулю, от минус двух до плюс трех градусов. А дневные значения сначала составят 4-9 градусов тепла, а во второй половине недели повысится на 2-3 градуса. Среднесуточная температура воздуха будет близка к норме. По предварительным данным Рязанского гидрометеоцентра, в начале следующей недели осень в нашем регионе совсем распоясается. С приближением циклона ожидаются дожди различной интенсивности. Так что в шапке можно пока убрать, а зонты, наоборот, положить куда-нибудь на видное место. Ну и, конечно, не будем забывать, что у природы нет плохой погоды. И тем более плохих времен года. А осень, раскрашенная самыми яркими красками, великолепна и ничуть не грустна. Это все новости на сегодняшний день. Далее смотрите программу подробностей. Ну а мы с вами вновь увидимся завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе, предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова